Я королева ночи, сегодня я буду, а это значит то, что тебя забуду. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 За 60, за 70, за 100 километров тот город большой, в котором будет шоу проходить «Королева ночи». И посмотрите, потому что это год в моей жизни наших трудов огромнейшей команды. Слушай, по поводу, ты так обмолвилась новичкам о том, что тебя будут распиливать. Чего это ты вдруг решила так порадовать женщину в украинском шоу? А, у нас только одна. Женщина, да. У нас же было три. Двух мы успешно телепортировали. По поводу распиливания. Мы с Юрчиком знаем о том, что это оборудование, с помощью которого это будет происходить. Стоит там нормальная бомбишка, да? Да, оно хочет делать и делается за границей, да. Потому что это фокус уровня «Коперфильм», да? Вот, это трюк, ну, магический. А будем на репетиции вот эта двойница Оля Полякова, а ты проводила конкурс, на кома генеральная репетиция будет? А, вот почему это все. В этом-то и все чудо этого фокуса, что там никакого двойника не будет. Будет пылят реально. Но, конечно же, там есть престиж, который я не расскажу. Мало того, человек, который его проводит, а этот чемпион, это победитель, финалист конкурса «Украина мает таланты» фокусник. Как его зовут? Андрей. Андрюша. А тебе рассказано, в принципе? Да, только я знаю. Только я, потому что я же его делаю, этот трюк. Но я вам скажу, что даже режиссеров на репетиции выгоняют с площадки. То есть знаю только я и фокусник. По поводу этих фокусников и трюков, сколько вообще-то нарядов будешь менять? Потому что посмотреть твои, когда вот на танцах со звездами ты ведешь на балконе, да, включаешь парой, ты успеваешь реально в промежутке, в коротке поменять очень много нарядов. Здесь, на этом шоу мы поняли, что много. Сколько образов ты будешь менять? Значит, 11 полных и еще около трех в каждом образе частично. Такие, какие одним движением руки, брюки превращаются. То есть около 20 смен полных. Мне всегда было интересно, как это все происходит. Ты быстренько забегаешь за кулисы, тут уже стоят 10 человек, которые, да, тебя? Я страшно матюкаюсь при этом. Даже успеваю иногда кого-нибудь бить. Потому что это страшные нервы, ужасные. Но люди, которые рядом со мной работают, им надо, конечно же, отдать должное, поставить памятник и платить много денег, чем я, в принципе, и занимаюсь. Потому что они понимают, что это ответственная история. Они понимают, что это к ним не относится. То есть, ну, кричит Полякова как радио, но зато мы быстро переодеваемся. И это только с помощью команды можно. Вы знаете, вот на тех же танцах, когда мы переодевались 14 раз в эфире, вот, вы же помните, я меняла даже волосы. Даже цвет помады. И это невозможно было бы совершенно сделать без команды, которая со мной работает уже много лет. И все, кто вокруг был, говорят, что вот это только Полякова может сделать. Не потому что Полякова одна, потому что у нее есть целая гвардия людей, которые готовы нырять вот во все эти сумасшедшие авантюры. Оля Полякова у нас сегодня в гостях. Мы сейчас небольшую паузу сделаем буквально и продолжим говорить. У нас красная тема сегодня. Это шоу «Королева ночи». Еще некоторые подробности. Мы постараемся, вы себя выпустите уже скоро. Радио. Так, у нас сейчас два раза. Реклама? Да. Перед выступлением в подводке, когда вас назвали королевой украинской эстрады, где-то подавилась пончиком одна народная артистка в латексе. Это не я, это мои подписчики. Ее затянуло в тину. Да, лавре. От двух мы уже, это, издали на историю. Сейчас, вот, окей. Не-е-е. Я буду соединитой. Так, а если бы, слушайте, нужна конкуренция. Только артистов должно быть много. Потому что, представляете, одна артистка собрала все, все, все премии. Что ей дальше желать? Понимаешь, куда дальше? Вот и песен нету. О, Господи, заключайся. Так, королева, вы артистка, на которую не скучно смотреть. Спасибо.